Свои отцы, понимаете, да? Просто харизматическое движение это более молодое, скажем так. Поэтому и отцы молодые. Тот же Кознам, тот же Фейдам, тот же Самра. Загадаем. Былкинка. Так, хорошо. А здесь проблема осложняется тем, что... Юля, проходи быстро. Виктор, мы без тебя боялись начинать. Итак, господа, дамы и господа, паны Тапанова, мы с вами рассматриваем взгляд Талмуда, собственно говоря, на то, что такое устная Тора или устный закон. Мы определили, что есть три взгляда. Первый, что устный закон является отдельным божественным откровением, который был дан Моисею на горе Синай. Второе, что устный закон является расширенным толкованием и развитием письменной Торы, которая была дана Моше. И третье, что устный закон является оградой вокруг письменной Торы. И мы сейчас с вами попробуем рассмотреть все эти заявления Талмуда. Итак, первое. Устный закон является отдельным божественным откровением, которое Бог дал Моисею на горе Синай. Трактат Авод, первая глава, первый стих Талмуда, начинается со следующего высказывания. Моисей получил Тору на Синае и передал ее Ишуа. Ишуа старейшинам, старейшины пророкам, а пророки мужам Великой Синагоги. То есть, здесь озвучивается определенная преемственность. Знакомый термин, да? Есть такой в христианстве термин апостольская преемственность. Протендует на нее ряд деноминаций. То же самое, есть преемственность. Моисей получает Тору, дает ее Иошуа, Иошуа старейшинам, старейшинам пророкам. То есть, Тора передается через мужей Великой Синагоги. И еще одна цитата. Просто послушайте. Наши раввины учили. Какова была процедура обучения устному закону? Моисей учился из уст всемогущего. Затем входил Аарон, и Моисей преподавал ему свой урок. Затем Аарон отходил в сторону и садился по правую руку от Моисея. После этого входили сыновья Аарона, и Моисей преподавал им их урок. Затем отходили его сыновья. Элиезер занимал место справа от Моисея, а им Ифамар слева от Аарона. Раби Иуда утверждал, что Аарон всегда пребывал справа от Моисея. После этого входили старейшины, и Моисей преподавал им урок. Затем уходили они, весь народ входил, и Моисей преподавал им урок. Таким образом, Аарон слышал урок четыре раза, его сыновья три раза, старейшины дважды, а весь народ один раз. Тогда Моисей удалялся, и Аарон учил их своему уроку. Затем Аарон удалялся, и его сыновья учили их своему уроку. Затем его сыновья удалялись, и старейшины учили их своему уроку. Таким образом, каждый слышал урок четыре раза. То есть по этому сценарию, который мы читаем в Талмуде, весь Израиль был научен устному закону, изложенному Богом Моисею на горе Синай. Что мы видим? Возможно, заявление Талмуда мог вдохновить эпизод Священного Писания, повествующий о битве с Амаликом. Поэтому Амалик напал на Израиль в пустыне, но Израиль победил в этом первом столкновении. Помните, да? Это исход 17.14. Речь идет о записи Торы. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. То есть то, что мы читали, мы должны понимать, что именно по этому сценарию, который мы читали, что одного научил, второго, третьего, все слушали четыре раза, был и научен весь Израиль. Так, и по идее Танах он должен поддерживать это заявление. Мне вас жалко. Да, тебе интересно? Просто, может быть, нет смысла. Итак, хорошо, идем дальше. Запись Торы. Если все передавалось таким образом, по идее, как бы, можно было бы и не записывать, да? Но мы видим здесь интересный момент. Еще раз, исход 17.4. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. Не просто передай ему, как говорит Талмуд, но запиши». То есть, это отличается от талмудического сценария тем, что вложенное в уши Иисуса Навина сначала было записано. Записано оно было также для того, чтобы это помнили. И вы помните, что Бог записал слова Завета на каменных скрижалях. Он не сказал «запомни». Хотя можно было бы и запомнить 10 заповедей, да? Это не Талмуд, в конце концов. Не убей там, та-та-та-та-та-та-та. Все просто, 10 заповедей. Но он говорит «запиши их». Когда Моисей впервые явил людям завет закона, полученный от Бога, они приняли его, да? Исход 24 глава описывает эти события с 4 по 8 стих. И там написано, выборочно читаем. «И написал Моисей все слова Господни». Мы разбираем выражение Талмуда, да? «Сказал Бог, пересказал Моисей». Это, кстати, то, что вы можете, если вам кто-то из ортодоксальных евреев скажет о том, что было все пересказано. Этот стих, который мы читали о том, что Моисею, а вот 1.1, это достаточно распространенный стих. Но, тем не менее, написано. «И написал Моисей все слова Господни». И дальше там. «И взял книгу завета, прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». То есть взял книгу завета, заметьте, да, конкретный свиток, прочитал из свитка, взял крови, окропил народ и говорит, вот кровь завета, который заключил Бог о всех словах сих. Каких словах? Словах, которые были прочитаны с книги. Это к вопросу об Устной Торе. То есть они посвятили себя завету, который был записан Моисеем и прочитанным именно для них. И именно этот завет был скреплен кровью жертвы. Не завет, который был устно проговорен, как говорит Талмуд, но завет, который был записан. И затем мы читаем в 12 стихе, исход 24, 12. «Сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Израиль должен был руководствоваться написанным. Мы знаем, что договоры записывались для того, чтобы придать их тексту фиксированную форму и сделать их условия обязательными. То есть мы понимаем, что всякий договор, который записан, приобретает не формально-условную форму, но фиксированную. Мы не можем сказать, ну там примерно как-то так говорилось, да, вот что-то такое в таком роде. То есть четкое постановление. Всякий записанный закон придавал тексту фиксированную форму. Левит 26, 46 говорит следующее. «Вот постановление и определение, и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синаи через Моисея». Левит 26, 46. И в конце книги чисел нам сказано, чисел. Числа 36, 13. «Сии суть заповедей и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона». То, что Господь добавил на равнинах Моава к завету данному Израилю на горе Синай, также было зафиксировано в письменной форме. Когда Моисей был близок к концу своего жизненного пути, он рассказал народу, каким должен быть закон о царе. Вот этих грехов, чтобы в качестве Божьего слуги правильно руководить людьми. Потому что именно в этом предназначалась функция царя. И второзаконие, 17 глава, 18 и 20 стихи описывает нечто. Второзаконие, 17, 18, 20. Речь идет о царе. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список законов сего с книги, находящегося у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться города Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмивалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, чтобы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Священники должны были иметь свиток закона, данным Господом через Моисея. Поэтому Бог предписывает Аарону, левитам 10, 11, научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Еще раз момент, вы обратили внимание, да, что царь, он не должен был быть научаем на основании какого-то устного закона. У него должен был быть конкретный физический свиток, который он должен был списать для себя и постоянно именно свитку и тому, что написано в этом свитке. И более того, он не должен был уклоняться от закона, того закона, которого он переписал, ни направо, ни налево. Именно письменный закон должен руководить царем и судить его. Если вы сейчас не разбираетесь, просто пишите. Просто верой пишите. Когда-то как найдете. И незадолго до своей смерти, и перед тем, как Израиль должен был войти в землю обитованную, Моше наставлял поколение, выросшее в пустыне, относительно того, что Господь требует от них. Вы помните это, да? Он заповедал им связать себя клятвой, выполнять закон Господа и дал им следующие предварительные указания. Второзаконие 27, 2-й, 3-й стих, а также 8-й. То есть идет последнее наставление для Моше, вернее, Моше для молодняка, так сказать, молодого поколения. И он говорит. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. «И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог от слова твоих, и напиши на камнях все слова закона сего, очень явственно. «Именно все слова закона сего написал народ на камнях». И именно письменным законом он связывал себя, когда говорил. Второзаконие 27, 26. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Именно повиновение словам закона сего, которые были записаны, влекли за собой благословение. И также следствием неповиновения было проклятие. Второзаконие 28, 58, 62. Мы с вами сейчас, друзья, рассматриваем очень практические вещи. Хоть они и сложные пока что для вас. Христианская традиция вообще не придает этому значения. Мы верим, как христиане, о том, что есть записанное слово, и все, и верим. Мы не заморачиваемся устной торой, хотя она вот тоже. А у нас своя есть. Да. И, кстати, о нашей торе, ну, устной, так сказать, понимаете, эти слова также относятся. К любой устной торе. Итак, второзаконие 28, 58, 62. Конечно. Это основа. Это основа. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанного в книге сей, то Господь поразит тебя и потомство твоего необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобраны были, подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал глаза Господа Бога твоего. Не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанного в книге сей. Второзаконие 28, 58, 62. Именно повиновение письменному закону определяло то, будет ли Израиль проклят или получит благословение. Не устному. Написанному. Моисей ясно утверждал, что записанные законы, которые он заповедует людям в этот день, также являлись частью их заветом с Господом. Что-нибудь повторить, может быть, вам? Моисей ясно утверждал, что записанные законы, которые он заповедует людям в этот день, также являлись частью их завета с Господом. Второзаконие 29, 1. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилами в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. Подобно тому, как были записаны слова завета, также были записаны и слова благословения и проклятий. Израилю было сказано, старозаконие 29, 9. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. И второзаконие 29, 20, 21 говорит о том состоянии, когда в сердце человека отступит от следования Богу. И произойдет следующее. Второзаконие 29, 20, 21. Не простит Господь такому, но точность возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека. И пойдет на него все проклятие завета всего, написанное всей книге. И изгладит Господь имя его из-под небесной. Это так, кто там верит, что можно не потерять спасение. И изгладит Господь имя его из-под небесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен из-за образно, со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. Итак, договор был записан. Проклятия для отступника также были зафиксированы в письменной форме. Имя отступника должно было быть изглажено из-под небесной. Единственное, что не было записано, это всякая болезнь и всякая язва, не написанная в книге закона сего, которую Господь наведет на тех, кто не повинуется написанному. Моше пророчествовал о том, что Израиль отступит от записанного завета с Господом. Он подробно описывал те ужасы, которые последуют за этим. Особенно те, которые обрушатся на народ в изгнании. Более того, даже сама земля Израиля будет сурово поражена. Так что мы можем увидеть эту часть. Второзаконие 29, 24, 27. Скажут все народы, за что Господь так поступил землею, какая великая ярость гнева его. И скажут за то, что они оставили завет Господа Бога Отцов Своих, который Он поставил с ними. Когда вывел их из земли египетской. И пошли и стали служительным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию. И навел Он на нее все проклятия завета, написанные всей книге. Завет был записан для наставления и руководства. Проклятия были даны как предупреждения. Идем дальше? Да, вы со мной? Стараемся. Хорошо. Затем Моисей пророчествовал о том, что после всех этих проклятий народ вернется к Господу. Это возвращение должно быть за собой помилование со стороны Господа, условие которого является повиновение записанному завету. Мы можем посмотреть Второзаконие, 30 глава, 8-й, 10-й стих. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благительствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона. И если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею. Есть, да? Именно письменный закон должен был наставлять каждое подрастающее поколение, чтобы они учились и боялись Господа. Итак, мы видим, что согласно Торе именно письменный закон заключал в себе завет Бога с Израилем. Именно письменный закон обусловливал надлежащее правление и являлся основанием, по которому следовало судить правителя. Именно непоминовение письменному закону увлекло за собой суд и изгнание, а повиновение обеспечило помилование и оправдание. Именно письменному закону нужно было учить следующие поколения, и мы не видим, чтобы устный закон где-либо здесь упоминался. Видите, да, что мы просмотрели, и есть еще много мест Писания, где вы можете увидеть. После смерти Моисея Бог обратился к Иисусу Навину. Первая глава, седьмой-восьмой стих. Знаменитое место. «Только будь твердый и очень мужественен и тщательно храни исполняй весь закон, который завещал тебе, Моше, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Любимое христианское место, да, при подписывании каких-нибудь подарков, особенно Библии. Но, тем не менее, мы видим, что речь идет о книге закона. Не об устной какой-то книге, не об устной традиции. Здесь не сказано о том, что Иисус Навин, если ты отступишь от устной традиции, от устной торы, то все тебе. Здесь написано о том, что книга закона и исполнять все, что в ней написано. Более того, получатся в ней день и ночь. День и ночь. И мы видим, что когда Иисус Навин умер, Он также собрал сынов Израилевых. Иисус Навин на 23, вторая шестая. Иисус Навин собрал сынов Израиля, как перед смертью, перед тем, как он умер. Написано, призвал всех сынов Израилевых, старейшины их, начальников их, судей их и надзирателей их и сказал им. И там дальше, шестой стих, во всей точности старайтесь хранить и исполнять все, написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо и ни налево. Мы разбираем с вами сейчас выражение Талмуда, которое говорит о том, что Тору получил Моше, передал Иисусу Навину и передал дальше. И мы видим, что когда мы исследуем именно записанное слово, что речь идет о передаче записанного слова. Здесь не идет речь о том, что Иисус Навин передал какие-то устные наставления. Речь идет о конкретном списке, о конкретном свитке закона. И мы видим, что, как мы уже говорили раньше о том, что у каждого царя должен был быть этот свиток. И тем не менее, судя по поведению многих царей, можно усомниться, что некоторые из них переписывали или даже когда-либо читали закон. Некоторые из них явно не следовали закону. И большую часть своей жизни Давид старался тщательно выполнять закон. Мы знаем это. При всем том, он, конечно, умудрился много согрешить. Тем не менее, 1 Царств, 16 глава, 39-40 стих. Он оставил садока священника и братьев его священников перед жилищем Господнем, что на высоте в Гаваоне. Для возношения всезажения Господу на жертвенники всезажения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. То есть Давид, он также придерживался написан 16-39-40. То есть первая царь, да, что нет? Нет. 16-39-40. Я думаю, что первая, либо у меня… Посмотри, в 17-е могла быть… Да. Может другой царств. Но я думаю, что мы можем уточнить место. В любом случае, жертвы должны быть приноситься в согласии со всем, что написано в законе Господа. То есть именно записанные постановления были определяющими. И когда приблизилось время умирать Давиду, он завещал своему сыну Соломону и говорит он следующее. В третьем царстве уже. В второй главе с первого по четвертый стих. Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь твердый, будь мужественен. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Давид предписывает Соломону соблюдать постановления, заповеди, законы и требования, как написано в законе Моисеевом. Мы прослеживаем передачу, понимаете, да? Проверяем, так сказать, Талмуд по Писанию. Царь Иудей Иоас был убит своими собственными слугами. Его сын Амасия унаследовал трон. Помните эту историю, да? И когда это произошло, мы можем прочитать в 4 царств, 14 глава, 5-6 стих. 4 царств, 14 глава, 5-6 стих. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил вслух своих убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываемым смертью. Амасия известен нам как праведный царь, и он согласовал свои действия с тем, что написано в книге закона Моисея. Итак, мы можем еще по ходу проговорить о куче мест, о куче царей, об Иосии и так далее. Но можем подвести итоги относительно того, что написано в Танахе о периоде времени от Моисея до изгнания. Можно прийти к выводу, что именно письменный закон являлся объектом для размышлений и руководством для тех, кто правил Израилем, будь то полководец, священник или царь. И именно письменный закон определял личную и общую верность или неверность Господу. Письменному закону следовали при сооружении жертвенника и принесении жертв. Письменному закону должны были обучаться все поколения Израиля. Речь идет, можно еще говорить о Ездре, Агеи, Захарии. Ниемии. Мы помним, когда освящали храм, Ниемия, 8 глава, с 1 по 3 стих, также 5, 8 написано следующее, и читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное. В отличие от того, что сейчас говорят, что если вы будете читать, то ничего вы не поймете. Итак, я предлагаю на этом с вами остановиться, потому что я понимаю, что за я не знаю, что я не знаю, Продолжение следует...